Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня название общего расклада, тема Какова цель задуманного человека? Вот в той ситуации, в которой оказались вы Это могут быть личные отношения, это могут быть отношения с сотрудником Это могут быть отношения родственные Просто бывает смотришь на человека, видишь его действия или без действия И хочется понять цель То есть с какой целью человек что-то делает Может быть вообще нет никакой цели Может быть человек просто сам по себе проявляется в жизни именно таким образом И тогда вы сможете сделать какие-то свои выводы из ситуации Или если вы поймете, что ваши цели не совпадают То это тоже поможет вам принять некое решение Для тех, кто хочет заказать личный расклад для себя Вы можете писать мне все мои контакты в текстовом описании данного видео Почитайте там ссылки на соцсети есть, на электронную почту С помощью которых вы можете эти расклады заказывать В прикрепленном комментарии я оставлю ссылку на правила заказа общего расклада И всю информацию по этому поводу Потому что когда задают вопрос, а как это будет происходить, а что это А вот в какие сроки и прочее Вот все ответы на эти вопросы будут в этом видео Потому что некогда каждому писать и просто общаться по полтора часа Для того, чтобы ответить на какие-то вопросы, которые уже были освещены в данном видеоролике Ну а мы начинаем Загадывайте человека, любого человека, еще раз повторю Хоть это будет родственник, хоть это будет сотрудник, подруга, любимый человек Не важно, кто это Главное, что это лицо на сегодняшний день вас интересует И вас интересует цель этого человека Единственное, о чем я всегда говорю Непродуктивно в любых раскладах практически общих Загадывать людей силы, которые имеют защиты на себе и прочее То есть в рамках общего расклада вы своей энергетикой просто такого человека не пробьете И информации адекватной по нему не получите Поэтому загадывать нужно простых людей, окружающих вас Либо если этот человек силы, ваш родственник по крови Вот это можно тоже смотреть Ну а мы приступим Получилось у нас 8 вариантов Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой Просили побольше делать вариантов Вот сегодня делаю побольше Опять же хочу спросить вас, спросить зрителей Нужно ли большое количество вариантов Или там вот 3-4 варианта и хватит с головой И не надо этих вариантов больше Потому что у людей разное мнение Я думаю, что и такие, и такие расклады нужны Но хочется посмотреть на большинство из нас То есть вот к чему в основном склоняется общее количество зрителей И какое количество вариантов вы считаете оптимальным в общем раскладе Как бы вам нравилось, как вам было бы комфортно Напоминаю, как можете загадывать Можете просто рубашку карты, которая вас притягивает, загадывать Можете номер загадывать Можете по порядку открытия карт мною То есть как вам комфортно, вы так и загадываете Я как считаю нужным Так в данном случае при раскладе открываю арканы И сегодня мы начнем с варианта номер 4 Он будет первым по порядку открытия И вот здесь, знаете, ложится карта С одной стороны очень простой ответ И он, я думаю, что подойдет в большинстве случаев С другой стороны есть свои нюансы Начнем с простого и наиболее распространенного Такое ощущение, что у человека есть цель Как будто бы вас остановить от каких-то действий Или от каких-то ваших решений Либо у человека есть цель сделать паузу в отношениях Прекратить общение на какое-то время Отгородиться Причем эта преграда абсолютно на словах существует То есть реальных причин, по которым вам прекращать сейчас общение Или взаимодействие Их на самом деле особо не существует Это та проблема, которая у человека в голове И вот сейчас особой целью не являетесь вы Является цель либо остановки общения Либо остановки вас Удержания вас от какого-то решения Которое вы можете сейчас принять Это позиция ждуна Это позиция, когда, возможно, человеку хочется Чтобы вы с ним договаривались или с ней Но действовали как-то больше на его Или на ее, знаете, вот в соответствии с ее Или с его взглядами на жизнь У человека нет конкретной цели сейчас по отношению к вам Я еще раз могу повторить, что это режим ждун Что это желание и ожидание возможности договориться Возможности восстановить какое-то доверие в отношениях Но при этом человек вряд ли будет проявлять очень большую активность Как минимум от ближайших, наверное, от недели до двух месяцев Может протянуться этот период еще Это если говорить по срокам И человек такое ощущение, вот знаете, как будто бы он с одной стороны хочет самоутвердиться И победить вас, где-то может быть остановить вас Как летящий на него поезд или на какую-то вашу цель Но ему это больно, ему как-то это странно, да, вот дается Человек пытается загасить свои чувства, действовать логически То есть здесь больше целью являетесь не вы, а его внутренний мир Его внутреннее спокойствие И нежелание, чтобы его или ее трогали То есть вот именно цели, которая направлена на вас И того, что хочется от вас Здесь, наверное, нет Здесь больше цель именно уладить какие-то свои внутренние переживания Взять паузу, остановиться и прийти в себя Вот это, наверное, я бы назвала наиболее подходящей по данному варианту целью Для тех, кто выбрал позицию номер 8 Она вторая по порядку открытия Здесь ложится карта Ну вот смотрите, что здесь может быть Я буду перечислять все Потому что вообще аркан уникальный По нему проходит что попало, как попало И очень высокие цели, и очень низкие цели порою Первая цель, это для тех, кто загадывал любимого человека Или человека-партнера, да Вот за которого можно выйти замуж Или девушку, на которой вы собираетесь жениться То здесь вы можете видеть цель создания официальной семьи Может быть цель венчания Или заключения регистрация брака Это может быть Если вы загадываете, например, подругу Ну, естественно, вы с ней не пойдете регистрировать брак Или если вы маму загадали, например Здесь, тогда, если это человек С которым нет перспектив заключения брачного союза Тогда вариант так трактуется Это стремление вас научить чему-то Это стремление вас, может быть, даже где-то подавить Где-то показать свое старшинство Потребовать, не то чтобы потребовать Но какое-то ожидание, уважение к себе Со стороны задуманного лица И желание выступить именно поучающим Старшим не в плане возраста А в плане влияния на вас То есть вот здесь Желание того, чтобы вы поступали По указаниям этого человека И прислушивались к его словам Цель научить вас чему-то Также может быть цель вылечить вас Если у вас есть проблемы со здоровьем Ну или цель Это некие социальные нормы Достижения их и заключения брачного союза Это в зависимости от того Еще раз повторю Какого человека вы загадывали Для тех, кто выбрал позицию номер 5 Она у нас третья по порядку открытия Но вы знаете, вот здесь Человек может как учиться у вас чему-то То есть наблюдать за вами И почерпывать какие-то знания Какие-то моменты опыта жизненного Так и может пытаться Проходить с вами какой-то урок Еще целью этого человека Может быть в данном случае Рождение или воспитание детей Если они уже у вас есть Если это толкование вам подходит Но в целом Это вот именно какое-то прохождение урока Зачастую совместное И здесь та ситуация Когда человек хочет сделать выводы То есть не просто хочет получить какую-то информацию Или донести до вас какую-то информацию Он или она хочет сделать выводы Хочет прийти к какому-то общему знаменателю Хочет договориться Хочет вместе сделать Вот знаете Получить результат Вот этого учения жизненного Которое последовало На сегодняшний день Для тех, кто выбрал позицию номер 2 Она четвертая по порядку открытия Смотрите, здесь у человека Если вы находитесь в браке Может быть цель развод Расторжение каких-то отношений Оформление документов Договоров Которые нацелены Именно тоже на установление Юридической принадлежности Какой-то или юридического статуса И по этой карте выступает Конечно еще один момент То есть если вы просто поссорились С подругой, например То это может быть как Началом конца отношений Так и попыткой добиться справедливости А порой через вот эти попытки Добиться справедливости И приходит тот самый конец отношений Тот самый пушистый зверек В отношениях Который называется писец Здесь, если о личных отношениях Конечно вопрос Карта тяжелая достаточно Она может свидетельствовать Как раз таки о том Что каждый не хочет душевности И человек, задуманное лицо Вами прежде всего Не хочет душевности А хочет определенности Хочет договоренности И хочет жестко Выставить какие-то рамки И возможно даже Как условие Может поставить Расторжение отношений Прекращение отношений С вами Или с каким-то другим человеком Если это любовный треугольник То здесь цель Выйти из этого Любовного треугольника То есть отбросить Какое-то Из звеньев Которые существуют здесь Вот эти три звена Какого-то человека убрать Из этого любовного треугольника Тоже может быть цель Если это рабочие Приятельские Дружеские отношения То это стремление К справедливости Стремление к тому Чтобы мнение Было этого человека Учтено А если оно не будет Учтено То вплоть до Ультиматума На прерывание Всяческой связи Может быть в данном случае Для тех Кто выбрал позицию Номер 7 Она у нас пятая По порядку открытия Вы знаете Здесь нет цели у человека Ну с одной стороны Есть одна цель Может попытаться Запугать вас Напугать Или заставить Нервничать Вывести вас Из душевного равновесия Но в принципе По этой карте Мы также можем говорить Что сам человек Которого вы загадали Он может быть Тоже напуган Либо это сейчас Может быть Какое-то Знаете Воплощение Детских страхов Либо Человека Сейчас могут Для тех У кого есть Эти проблемы Со здоровьем Мучить Панические атаки Или какие-то Вот знаете Остановки дыхания Периодически Когда или засыпаешь Или просыпаешься Не можешь вдохнуть Или Просто когда человек Даже бывает Сидит за столом И смотришь на него Вдруг он забывает Как дышать Вот такие моменты Могут быть И это уже не цели Это просто Карты освещают Те проблемы Которые могут быть Сейчас у человека Если он склонен К такого рода Переживания Но в целом Здесь это Либо испуганное Состояние Самого лица Которое вы загадали Либо попытка Вывести из равновесия Вас Напугать вас И В вас пробудить Какие-то страхи Вы знаете Особенно Это может быть В позиции Родителей Ребенок Или старший Младший Родственник Вот такое проявление Если это Любовные отношения То это тоже страх Это вот знаете Навязывание Какого-то страха Если ты от меня уйдешь Ты больше никогда Не выйдешь замуж Если ты Например Сделаешь так-то То я тебя Перестану Любить Ценить Вот это Такие Знаете На будущее Затравочки Для того Чтобы вы Были Немножечко Зависимы От этого человека Такие моменты Могут проходить По данным Арканам Для тех Кто выбрал Позицию Номер Один Она у нас Шестая По порядку Открытия Здесь Вы знаете А здесь Вот со стороны Человека Как раз таки Цель добиться Взаимности Или цель Получить Заслуженное То есть Если человек Вам долгое время Помогал 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 То сейчас Он хочет Увидеть Вашу Благодарность Сейчас Он или она Хочет Чтобы вы Сделали Шаг Навстречу Ему Если Например Длительное Время Вы наоборот Помогали Человеку То тогда Человек Хочет Сделать Шаг Навстречу Вам Хочет Договориться Хочет Быть полезным Здесь В зависимости От ситуации В которой Вы оказались Я и ту и другую Озвучила Также Это может быть Желание Целью Какая-то Может быть Совместная Поездка Или Совместная Покупка Но В этой Ситуации Вот в том Что мы Видим С вами Сейчас Человеку Могут мешать Некие Подводные Течения Он вроде Бы и готов Прийти К компромиссу Он вроде Бы и готов Прийти То ли К примирению То ли К согласию Или поступить Со своим Мнением Но он Хочет Понимать Что сделает Это Не зря Он Хочет Понимать Что С вашей Стороны Тоже Будут Сречные Шаги Будет Отдача И Это Для него Не будет Унижением А будет Достижением Некой Договоренности Которая Могла Быть Полезна Обоим Для тех Кто Загадал Позицию Номер 6 Она Седьмая По порядку Открытия Вот здесь Человек Своей целью Ставит Донести До вас Какую-то Информацию Это Может быть Допустим Донесение Через Третьих Лиц Например Этой Информации Это Может быть Ситуация Когда Человек Например Пытается О чем-то Договориться И вот эти Договоренности Они могут Достаточно Ярко Проявляться Тоже Человек Хочет Договориться Человек Хочет Совместной Работы Или Совместного Дела Или Некоего Совместного Оформления Документов Тут Опять же Смотрите По своей Ситуации Что для Вас Имеет Отклик Что с Вами Резонирует И что Для вас Является Как раз Таки Подходящим Вариантом Также Если Вы Например Младший А человек Постарше Он может Хотеть Найти Вам Некую Работу Некое Вложение Ваших Сил Да Вот Которая Будет Вам В дальнейшем Тоже Полезна Для тех Кто Выбрал Позицию Номер Три Ну Это Уже Кэп Очевидность Она Восьмая По порядку Открытия Вы знаете Здесь Ложится Тяжелая Достаточно Карта Карта Своеобразная Которая Может Говорить О том Что Человек Жаждет Неких Разрушений Прекращения Человек Хочет Причинить Вам Боль Возможно Для того Чтобы Оценили Вы Его То есть Чтобы Вы Пережили Вот Что-то Такое Мощное И Тут Он Появился На Белом Коне Или Он Допустим Развернулся Ушел И сказал Вам Вот Как Мне Было Больно Вот Как Мне Было Плохо Или Я Хочу Посмотреть Как Ты Страдаешь Если Речь Идет О Любовном Треугольнике То Тогда Это Желание Человека Через Разрушение Припомнить Вам Какое-то Прошлое Какие-то Уже Свершившиеся События Это Тоже Может Быть Это Достаточно Явно Проявляется Но В целом Вот Здесь Вот У Человека Некое Разрушение Холодное Жестокое Желание Какого-то Вот Знаете Какой-то Ситуации Страшного Суда Особенно Это Может Быть Заметно Между Бывшими Супругами Если Вы Находитесь В стадии Развода Или Раздела Имущества То Человек Хочет Чтобы Вам Не Досталось Ничего Чтобы Вам Досталось Как Можно Меньше И Хочет Чтобы Судебное Заседание Было В Его Пользу Ради Этого Может Манипулировать И совершать Какие-то Движения Просто Безумные Которые Могут Приносить Вам Боль Если Это Отношение Другого Характера То Это Тоже Желание Дать Вам Волшебный Пендель Показать Вам Какое-то Разрушение И Нанести Вам Ущерб Это Есть И Это Проявляется Достаточно Мощно Не Очень Хороший Конечно Вариант Но Я Всегда Говорю О чем Что Кто Предупрежден Тот Вооружен Если Вы Понимаете Цели Человека То Вы Соответственно Можете Этим Целям Что-то Противопоставить Вы Можете Быть Действительно Готовы К Последующим Шагам Данного Лица Я Думаю Что Расклад Получился Достаточно Объемный Сегодня Информации Тоже Было Вполне Достаточно Для тех Кто Интересовался Ответом На вопрос На тему Расклада Какую цель Преследует Загаданное Лицо И Конечно Я всем Желаю Удачи Если Вы Хотите Оставить Их Под Специальным Видео На канале Я На него Оставлю Ссылку В прикрепленном Комментарии На это Видео А вот Здесь Опять же Жду Ваших Комментариев По поводу Того Сколько Вариантов В раскладе Вы считаете Оптимально И Здесь Еще Один Нюанс Конечно Интересно Было Насколько Ваше Внутреннее Представление Логическое Представление Какова Цель Человека Загаданного Отличается От того Что сегодня Показали Карты Или Вы Что Услышали Сегодня То У вас В принципе И было В ваших Собственных Соображениях Всем Желаю Удачи До Встречи До Свидания